так добрый вечер всем как сюда первым делом я делаю проверку то есть пытаясь услышать себя на компьютере я себя слышу все нормально значите вы меня тоже слышите еще раз добрый вечер всем кто смотрит добрый вечер сейчас подожжем пару минут может кто-то зайдет потому что пока еще никого нет мулья поделиться о точно я же могу поделиться этим просто в группе опять проблемы с Wi-Fi так что я не знаю русский Поэтому я им обычно сообщаю, что сегодня эфира на Эврите не будет, а я постараюсь его взять завтра, возможно, прямо с полей. Итак, у нас сегодня 20 число, 20 сентября. Сегодня был вторник, пока есть. Сегодня проходил первый брифинг капитанов, он начался в 10 утра. Реально был бурный брифинг, потому что 28 стран, соответственно, огромное количество вопросов. Но мы, как умные евреи, поступили самым хитрым способом. То есть я все вопросы, которые были озвучены вчера еще нашими ребятами, я все эти вопросы выписал на бумажке, там было 7 пунктов. И когда начался этот брифинг, я просто Робу Хьюксу, который вел этот брифинг, я ему положил на стол, сказал, Роб, для того, чтобы орать из зала и перекликать всех остальных, вот тебе мой список вопросов, пожалуйста. Если какие-то вопросы будут уже озвучены и ответы получены, ты их просто пропускай, а в конце как бы прочитай эти вопросы и дай на них ответ. В итоге оказалось, что часть вопросов интересовала не только нас, и они были уже отвечены в ходе брифинга, а некоторая часть, как оказалось, люди про нее не подумали. И в итоге как бы даже спасибо сказали, потому что были вопросы, которые как бы могли вызвать некоторые сложности у команд. Я не знаю, есть ли смысл озвучивать все эти вопросы, но там вопросы, Димечка, привет, всем передам, ребята там сейчас внизу собираются, загрузят машины, а я пока сбежал провести эфир. Например, вопросы были такие, можно ли маркериться после захода в ринг 10, 30 до 12, то есть в 12 начинается соревнование, соответственно, у тебя есть время на установку лагеря, вопрос был, можно ли маркериться. Или там был вопрос, сколько человек одновременно может находиться в воде, я имею в виду спортсменов, в случае вываживания рыбы. Ну, как конкретно сказали, что если две рыбы зуплет, то, естественно, два спортсмена в воде, если это одна рыба, один спортсмен. Ну, в общем, таких вот вопросов было много, вопросы, как бы, Роб их озвучил, ответы мы получили. После этого была жеребьевка подходов, то есть как бы вначале там получается как, что вначале они вызывали по алфавитному списку, вызывали сборные, сборные выходили, первым делом тянули номер своего подхода на жеребьевку зон завтра, точнее, жеребьевку не зон, а жеребьевку рингов, вот, после чего они тянули шарики из мешочка, каждый шарик, то есть у нас там, например, в списке три двойки, то есть первая двойка вытягивается шарик, говорит, окей, эта двойка идет в зону там B, потом вытягивается второй шарик, вторая двойка идет в зону C, третья в зону A. Ну, короче, на каждую сборную, на каждые три двойки было распределено, в каких зонах они будут находиться, и завтра будет жеребьевка, где будет уже определяться, в каком конкретно секторе, то есть как бы в ринге, номер ринга эта двойка попадет. Ну, я на фейсбуке выставлял результат нашей жеребьевки, озвучивать его не буду, можно посмотреть в моем профиле, там все это есть. Зоны разные, все зоны разбиты на подзоны, то есть каждая зона это разбита, в принципе, на две подзоны. Есть зоны очень сложные по логистике, там, где крутые склоны, там, где лес, там, где привет Андрюша от Андруши. Там, где заросли камыша, какой-то асоки, ну, в общем, есть фиговые сектора, даже как бы в одной зоне или подзоне есть часть вполне нормальных, а есть, ну, мягко говоря, грубо выражаясь, не очень. Ну, тут уже ничего сделать нельзя, это верим, как говорится, в высшие силы, то, что Олег завтра вытащит самую лучшую тройку секторов для нашей сборной. Ну, да, тройку секторов для нашей сборной. В общем, в 8 утра начинается эта жеребьевка завтра, мы туда приедем, сестра, раньше. Решили, что команды приедут на зону B, откуда будет начинаться распределение всех машин по другим зонам. Они туда приедут к 9, мы где-то к полдевятого надеемся уже знать, в каких секторах будут наши ребята. Соответственно, мы можем им сказать, что они, в принципе, могут уже двигаться в сторону своих секторов и выгружать снаряжение рядом с ленточкой, за которую они смогут зайти, соответственно, уже в 10.30. Сегодняшний день, давайте скажем так, нам реально в этом году, на этом чемпионате, ну, просто очень повезло с людьми. Я имею в виду людьми не только нашей сборной, но и людьми, которые нам помогают здесь, в Индии. Я об этом уже говорил, да, велик электрический, Андрюша. Я сейчас до него тоже дойду. Дело в том, что я уже говорил о том, что нам помогал парнишка по имени Андрюш, сын хозяина рыболовного магазина. Он нам очень многим помог, включая переводы, звонки, он нам помогал, он звонил в те места, где очень плохо с английским, и он там объяснялся для нас, за нас, в общем, классно. Вот, а вторым человеком таким оказалась жена хозяина магазина рыболовного, который уже находится рядом с нами, Ливия. Я про нее писал в своих отчетах, это тоже, ну, я не могу даже объяснить. В общем-то, она нам ничем не обязана, да, как бы она себе работает в магазине, то, что мы туда придем, купим, может быть, чего-то, это еще такой вопрос. Купим, не купим, неизвестно. Вот, но сколько она реально нам помогла, тоже вот тяжело даже оценить. И вот с этим же велосипедом, про который тут сейчас Андрюша спрашивал, это была одна из проблем, которую поднял наш тренер. Он сказал, что перемещаться между секторами на машине там очень сложно, потому что проезд вдоль берега запрещен будет после, фактически после выгрузки снаряжения. Машины все должны быть убраны с водоема, и есть только три стоянки, от которых как бы далековато идти к секторам, а перемещаться между этими стоянками, это тоже, это хороший кусок там, ну, там, не километража, там прям бешеный, но все равно. Минут 5-7 надо потратить, чтобы выехать на трассу, по трассе объехать, заехать снова и так далее. А ему нужно быстро перемещаться, поэтому он задал мне тогда вопрос по поводу этого, он хотел электросамокат. И вот эта вот Ливия, она для нас просто провела безумную работу, прошерстила все возможные варианты, в итоге она нашла магазин, это магазин велосипедов, которые, как бы, на их, они, в общем-то, сдают их в аренду. И она с ними договорилась, с этим магазином, что они нам, значит, велосипед один дают. И я больше скажу, что обычно за аренду требуют всегда залог, ну, вы знаете, да, на случай, если что-то поломается. Вот, у нас могла, во-первых, сделать так, что у нас не взяли залог, как бы, нам дали запасную батарею, нам дали зарядное устройство. И, фактически, мы не обязаны возвращать этот велосипед, мы его привезем в дом после соревнований, и Ливия сама его заберет. Так, и на этом все еще не закончилось. Дело в том, что у нас возникло... Вот, внимательно посмотрите. Всем добрый вечер, спасибо, что вы с нами, все будет хорошо. Это наш тренер после бурного обсуждения вопросов со сборной. Вот. Короче, я вам рассказывал вчера, у нас возникла проблема с автомобилем, что в третью машину Вадим не смог взять из-за того, что у него не было с собой кредитной карты, а была только дебетовая. И я, опять же, нагрузил эту несчастную Ливию вопросом, может ли она нам помочь связаться с какой-то из местных арендных контор и узнать насчет аренды машины на... Фактически, нам нужна машина на один день, для того, чтобы просто завести одну из двоек в свой сектор, а не заморачиваться с двумя машинами. И, Игорь, передам обязательно. Конечно, передам. И в итоге она вдруг говорит... Извините. Дрямов, тебе от Чернова привет. Спасибо. Ему также. Игорю привет взад. Короче, она говорит, я сейчас с мужем поговорю, может быть, мы вам поможем. Ну, я думаю, ладно, интересно, чем она нам поможет. В итоге она с мужем пообщалась на венгерском и говорит, мы решили, что мы вам дадим одну из своих машин. У них три машины, три вена, которыми они пользуются для своей продукции. Я говорю, ну, блин, я не знаю, что тебе сказать, как бы, это неудобно, это же ваша личная мущество. Она сказала, ничего страшного. Короче, короче, в 3 часа дня к дому подъехал Фольксваген. Тебя тоже слышно, микрофон здесь хороший. А расскажешь, какой спор был по буферному зону? Что справа тропа является границей? Да, хорошо, я расскажу. Расскажь, ребята, просят просто. Тебе спасибо за донат передаю. Короче, в 3 часа дня подъехал Фольксваген Туран. Именно багажный, то есть водительское, пассажирское сидение, пустая машина. Это просто идеально то, что нам нужно. Потому что этот велосипед, если вы видели фотографии, он просто гигантский. И мы его с огромным трудом впихали в коллегу машину, когда везли сюда. И мы думали, а как же его везти туда? Потому что если машина будет загружена еще там тубусами и всем остальным, то, я извиняюсь, за велосипеда там места просто уже нет. Ну, либо что специально ехать за ним отдельно второй ходкой. Короче, когда я попытался этой Ливии сунуть деньги за эту машину, хотя бы за сутки, она сказала, не надо никаких денег. Это вам, как бы от нас чисто такой жест доброй воли. И при всем, при том, что и как бы возвращает. То есть мы машину завтра пригоним снова к дому, и она сама ее заберет. Причем я так понял, что вот она, когда к нам машину пригнала, пошла себе дальше в магазин пешком. Не то, что это так далеко, но могла бы просто даже попросить, чтобы мы ее подбросили. Ну, такие вот... Причем она при каждом слове, при каждом моем обращении к ней, она жутко краснеет. Я так понял, что она... Ну, не сильно ей, как бы, в жизни приходится общаться на английском языке, тем более с израильскими спортсменами. Ну, в общем, короче, классная тетя, классный магазин. Все, что там можно было, мы выгребли нафиг. Вот. И, короче, будем всем рекомендовать в дальнейшем этот магазин. Олег попросил меня рассказать о том споре, который был во время брифинга капитана. Дело в том, что они сделали какую фигню? В воде стоят атропы, то есть маркеры. В каждой команде есть правая ленточка и левая ленточка. Значит, правая ленточка направлена в воду и смотрит четко на вот эту атропу. Это правая граница сектора команды или там ринга, за которой она, естественно, вправо уходить не может, она должна ловить левее. Но с левой стороны нету такого буйка или атропы, который бы ограничивал створом сектор. То есть с левой стороны просто лента, причем она натянута, если мы правильно поняли, в некоторых местах перпендикулярно воде, а в некоторых под углом. Из-за того, что есть проблемы с растительностью, с деревьями, она как бы сделана так, чтобы показывать направление заброса по левой стороне. И люди там стали возмущаться, что это очень неудобно, и это будет путаница, это будет ругань, кто кому куда кидать. В общем, в итоге на брифинге уверили спортсменов о том, что эту проблему попытаются решить, я не знаю, как они попытаются решить. Они должны, они пообещали вроде бы как поставить и левую границу атропу тоже, то есть сделать створ, реально створ на каждую команду, которую показывает четко направление заброса и как бы ворота, куда кидать можно. Одна проблема небольшая, эти атропы ночью не светятся, то есть ночью их не видно. Поэтому было сказано всем сборным о том, что позаботьтесь сами, как выставить что-то в направлении заброса, чтобы четко понимать, где находятся эти атропы. Был задан вопрос, можно ли использовать лазерный целеуказатель для определения линий заброса. Сказали, что в правилах запрета нет, как такового на такие вещи. Есть запрет на использование ярких фонарей и освещения, но это не относится к нему. И по-моему сказали, что только желаем, чтобы не светить на противоположный берег, потому что лазер достаточно мощная штука. Если там с той стороны будут люди, то кому-то может попасть лазер в глаз и повредить. Посмотрим завтра, как оно будет в реальности. Мы пока, естественно, не слабо себе представляем, как они всю эту проблему с секторами и с границами решат. Плюс еще проблема, что огромное количество команд очень сильно ужали. То есть фактически отсутствуют буферные зоны вообще как класс. Если обычно у тебя есть ринг, вокруг ринга у тебя есть зона, внутри которой находится ринг, и между двумя такими зонами, тут как бы два сектора, находится буферная зона, еще двухметровая для журналистов, которые могут заходить пресса. Но сейчас этого ничего нет. Это двойная есть. Так а сколько там расстояния, Олег? Какое же там расстояние? Есть много секторов, где буфера очень большие. Есть много секторов, где буфера большие, есть и сектора, где стоят практически близко. Как позволяет... Так вот, я же об этом и говорю, о том, что есть сектора, где у тебя никаких буфера, ничего нет. Буфер может быть 3 метра, 5 метров, что ведь нельзя считать, что это вообще буфер. Но это не буфер, потому что у тебя обычно 40 метров должен быть сектор, 40, внутри которого стоит 20-ти метровый ринг. У тебя 20 на 12. Это ринг. Это то место, где стоят спортсмены. 20 на 12. Вокруг этого есть 40 метров. 40 метров. У тебя есть это двойное кольцо, до которое нельзя переходить. Еще метр вот так вот. Потом между рингами... То есть у тебя твой сектор сам по себе, сам по себе сектор, вся его длина, это 40 метров должна быть. Ну, как бы да. Ну, как бы да. 20 между секторами должно быть. Ну, здесь этого нет. Ну, вот об этом же и говорит. Проблема именно в том, что есть зоны сектора, где с этим реально, как бы не знаю, как они разберутся. Ну, в общем, после того, как нам привезли машину, команда немножко там, кто поработал, кто отдохнул, и мы оделись во все парадное и поехали на церемонию открытия. Причем, как бы нам повезло реально с жильем. Олег уже об этом даже несколько раз говорил. У нас все рядом. У нас все, что нужно, находится на расстоянии 5 минут. И езды, а иногда и ходьбы. И этот центр, где проходил открытие, он тоже точно так же 5 минут. Какие 5? Он даже 3 минуты, а не 5 минут. Езды от нашего... 800 метров. О, 800 метров. Так что и тут было хорошо. Не надо было заранее никуда ехать. Ну, я вообще честно говорю, я не очень люблю эти церемонии, потому что всегда очень много говорят, говорят, там выступал мэр города, выступал еще кто-то, председатель федерации города Капушвар, потом приступал профессор Матиоли, председатель ФИПС. Короче, это вот это бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Там полчаса, 40 минут только вот таких вот спасибо этим, спасибо тем. мэр-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потом выступил какой-то фольклорный ансамбль, как на мой взгляд, какие-то дилетантов на улице поймали, которые роняли свои палки. Ну, они старались, Андрюш, ну, блин, старались. Да, они старались, но, знаешь, для чем, мне кажется, это, ну, не знаю, слабовато. Дим, ты прав, здесь нет понятия сектор, то, что сектор, это у них называется зона, мы называем это зона А, Б, С, а у них это называется сектор А, Б, С, а вот то, что ты говоришь, это ринг или пег, то есть, как бы это место, где стоит команда 20-метровая, 20 метров на 12 метров, это место, в котором внутри находится команда и откуда им выходить нельзя, а с двух сторон, от вот этих вот краев 20-метровых из этого ринга, есть еще по 20 метров, ну, да, по 20 или по 10, по 10 получается, так, чтобы в общей сложности это было 40. Но, как сказал Олег, реальность, к сожалению, диктует свои условия и здесь очень проблематично вот сделать в некоторых местах вот такие зоны, такие ринги. Это как и у нас на Кенераке, есть места, где можно сделать 100 метров для команды, а есть места, где с трудом 20 метров и скажи спасибо, что они есть. Так что все это мы увидим завтра, завтра мы узнаем, в какие места мы падаем, в какие ринги попадают наши ребята. От этого будем танцевать. Гена, привет, тебе всем привет от тех, кто тебя помнит. Здесь у нас таких три человека. Гена Медведев? Да. Гена Медведев от Олега Дрямова. Привет. Физкуль, привет. Физкуль, привет. Физкуль, привет. Второй головы не понимают русский и спрашивают, будет ли стрим на Еврите. Но уже и так очень поздно. Надо раньше сегодня ложиться, чтобы завтра встать и со свежими силами приступить к принятию пищи в организм. Или, как говорит доктор Эддик, введению пищи в организм и выезду. Вот. Значит, вот так вот прошел сегодняшний день. все продуктивно работали целый день как бы ребята разбирали раскладывали свое снаряжение кому что кому какая палатка какие стулья в общем то бездельничать никто не бездельничал по ресторанам сегодня мы уже не ходили михе привет передам обязательно вот так что следите за моей странице фейсбуке как только будет появляться эфиры они будут появляться спонтанно и внезапно без предупреждений поэтому я буду пытаться при начале эфира делиться этим эфиром на своей странице и на странице группы из рафиш про есть на фейсбуке может быть это хоть как-то дойдет до людей вот всем спасибо кто нас поддерживает коля спасибо большое мы тоже всех вас любим мы верим в то что вы в нас верите и то что вы нас будете поддерживать до последней секунды и все настроены на победу я не вижу ни одного сомневающегося в этом так что главное правильный настрой и мы всех порвем как тузик грилку вот так что до свидания ждите появление новостей на форуме на фейсбуке я вам хочешь сказать что мы сейчас подожди секундочку всем доброй ночи мы будем стараться все спасибо всем всем пока